друзья привет плиту мы залили и остался последний момент залить ленту под веранду и крыльцо на крыльце у нас будут три ступеньки я буду вставлять видео вы увидите как мы ее армируем важно что при устройстве крыльца и при устройстве настройки которая под веранду будет то что этот фундамент должен разделяться через шов от основной плиты они не должны быть монолитными потому что это разные фундаменты один в теплом помещении другой в холодном у них несколько разные глубины разные нагрузки соответственно будет разная усадка чтобы не переломился фундамент на стыке нужно сделать шов между ними в качестве шва вот взяли самую обычную самый обычный утеплитель типа пенофлокса и проложили главное обеспечить не смыкание бетона на стыке также плиту после того как она подсохла через несколько дней сняли опалубку опалубку края плиты промазали мы праймером и у нас подвернута оказалась гидроизоляция которая по самой плитой мы ее просто подвернули сверху плиты уже будет под кладку цоколя выложен гидроизол и соответственно это дело все замкнется и достаточная будет гидроизоляция к тому же плита у нас несколько выше уровня земли и вода не должна туда попадать также будет несущий столб на входном крыльце который будет нести крышу над этим крыльцом мы его решили заложить сразу вырыли такой приямок под него и забетонировали это мне кажется самый надежный способ был вариант такой еще положить закладную в качестве плиты такой металлическая потом приварить но потом подумали ничем это не лучше и положили столб сразу ну здесь нужно конечно определенная точность чтобы кладка кирпича которая шла вокруг столба и была вертикальная вместе со самим столбом ну стоп не касался внутреннего колодца который должен составлять порядка 13 на 13 сантиметров труба 100 на 100 миллиметров толщина стенки 3 миллиметра и так как вы видите плита готова все готово фундамент полностью готов на этом можно поставить точку в нулевом цикле я выложу под этим видео смету смета крупная для меня это большие деньги поэтому я контролировал весь ход работ каждый день ездил каждый день смотрел как делают правильно ли промазывают правильно ли вяжут по своему усмотрению которую ну какие знания я успел получить и все в принципе было сделано хорошо уровень плиты по высоте мы отмеряли нивелиром и он получился перепад самый большой перепад это 8 миллиметров самый высокий выше на 8 миллиметров чем самый низкий я считаю это хороший результат и плита фактически держит необходимый уровень в пределах погрешности строить стены в этом году наверное я уже не успею поэтому придется консервировать плиту здесь уже целая методика который не останавливаться долго не хочу потому что если все делать по правилам то по идее и нужно нагружать отсыпать опилками утеплять и гидроизолировать все эти все эти мероприятия тоже стоит достаточно много денег не должна нормально армированная плита треснуть от собственного вес веса даже при условии что будет внизу пучинистые грунты там их нету там просто песок поэтому я обеспечив гидроизоляцию на зиму и торцы плиты отсыплю землей важно что закончить в этом году это отсыпать землей чтобы песок под плитой не размыл саму плиту это дополнительные деньги которые смету не вошли но сделать это обязательно надо планировка территория как оказалось для меня очень много денег забирает и львиную долю бюджета уходит на песок на грунт на машины на трактор я не думал что это будет так много но всему приходится учиться на этом все друзья обязательно подписывайтесь на канал мы обязательно построим дом до конца я думаю у нас будет достаточно симпатичный которым многие могут только мечтать во всяком случае я таком доме только мечтал и наконец-то силу возраста я его начал строить всем пока счастливо